Здравствуйте, дорогие читатели! Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Это международный праздник, предложенный в 1992 году, призван донести до общества идею совместной охраны природных ресурсов. В нашей стране День экологических знаний отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций. В России в этот день стартует акция Дни защиты окружающей среды от экологической опасности, которая продолжается до 5 июня Всемирного дня охраны окружающей среды. Земля – наш дом, а экология – это наука о нем. В природе, которая нас окружает, нет ничего лишнего. Важны все обитатели планеты, от маленькой букашечки до огромного слона. Люди – это часть природы, и они должны думать не только о себе, но и обо всем живом, чтобы растения и животные никогда не исчезли с лица Земли. Земля – это не только уникальная планета Солнечной системы, это еще и благодатный дом для каждого живущего на ней человека. Наша планета прекрасна и неповторима. Сегодня мы можем наслаждаться величественным видом гор, любоваться морями, океанами, лесами и лугами, пользоваться всеми теми дарами, которые дает нам планета Земля. Почему важно прививать ребенку бережное отношение к природе? Многие из нас живут в больших городах, где порой единственный зеленый уголок – это газон, на который паркуют машины весь дом, а до ближайшего парка нужно еще доехать или дойти. Но неужели вам незнакомо чувство, когда дышишь свежим воздухом или гуляешь босиком в деревне летом? Природа дала нам практически все, что у нас сейчас есть – пищу, материалы, одежду, вдохновение. Согласитесь, стоит быть благодарным за все это. Если не рассказывать детям о природе, о смене времен года, о животных, растениях, откуда они узнают, что нужно беречь то, что у нас есть, и стремиться к тому, чтобы через много лет были леса и поля, птицы и звери, а не горы мусора и бетона. Мы хотим посоветовать несколько детских книг, которые помогут ребенку узнать, что такое природа и как ее нужно беречь. Кто, например, слышал, что у нас в Ленинградской области студены зимой вылезают из земли бескрылые комарики и бегают босиком по снегу? В какой газете прочтешь про битвы лесных великанов лосей, про великое переселение перелетных птиц, про забавные путешествия болотной курочки пешком через всю Европу? Так начинается лесная газета Виталия Пьянки. Каждый раздел книги посвящен одному месяцу и рассказывает о том, какие события происходят в это время в лесу. Как и в обычной газете, тут есть свои новости и происшествия, громкие заголовки и интересные факты. Феликс Зальтон, Бэмби. Бэмби видел, что множество таких же мотыльков кружится над поляной, стремительно и вместе плавно опускаясь на облюбованный стебелек. Они в самом деле напоминали летающие цветы, веселые цветы, покинувшие свои докучно неподвижные стебли, чтобы немного потанцевать. А еще они казались цветами, спустившимися солнцем. Маленький олененок постигает сложную и многогранную жизнь леса, задает вопросы и ищет ответы. Каждый день приносит с собой что-то новое и интересное. Омрачаясь жизнь оленей, только они, жестокие существа, которые убивают жителей леса. Сергей Козлов. Сказки о ежике и медвежонке. Бывает же, топишь печку, глядишь на огонь и думаешь, вот она какая, большая зима. И вдруг просыпаешься ночью о непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует вьюга. Но нет, звук не такой, а далекий какой-то, очень знакомый звук. Что же это? И засыпаешь снова. А утром выбегаешь на крыльцо. Лес в тумане, и ни островка снега не видно нигде. Куда же она подевалась? Зима. История о лесных жителях не только расскажут нам о повадках зверей, но и покажут красоту леса и глазами. Все сказки небольшие по объему, но очень мудрые и добрые. Экологическая сказка Михаила Попова «Онежская жемчужина». В одной онежской деревне жил-был добрый молодец Никита. Батюшка научил его ремеслу, а от матушки Никита перенял доброе сердце, тем и жил. Как-то наплел Никита туисков, навертел из глины крынок до горшков, а еще намастерил всяких игрушек, погремушек, ребятишкам на забаву, родителям на умиление. И решил поехать в Каргополь на ярмарку. По дороге Никита спасает попавших в беду лося и птичку оляпку, расчищает реку Онегу. И все те, кого он спас, помогают юноше в трудную минуту. В наши дни природе снова нужна помощь. Нет давно в Онеге жемчуга перекатного, да и рыбы с каждым годом все меньше и меньше. Нет и доброго молодца Никиты. Некому очистить реку Онегу от мусора. Может быть ты, дружок, возьмешься, когда вырастешь? С надеждой спрашивает автор. Антуан де Сент-Экзупери «Маленький принц». Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Книга про мальчика, у которого есть своя планета величиной с дом. Популярна и у взрослых, и у детей. Каждый находит не что-то свое, но что точно там есть, так это любовь к самым незначительным вещам. Давно ли вы смотрели на звезды? Оберегали цветы от сквозняков и сорняков? Любовались закатом, который не делается хуже, если его смотреть 43 раза в день? Книга состоит не только из радостных моментов. Вы узнаете об ответственности за свои поступки. Приручил – заботься, не оставляя одного. Завел растение – ухаживай за ним, и за своим домом тоже нужно следить. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о множестве хороших рассказов о природе и животных Сладкова, Чарушина, Пришвина и многих других. Эти авторы проверены временем и пишут простым языком. Многие их произведения включены в школьную программу, но мы рекомендуем расширить кругозор и прочитать их побольше. Читайте много и с удовольствием, бережно относитесь к хрупкому и удивительному миру природы.